Учитель — это призвание. От того, насколько хорошо он сможет донести информацию и заинтересовать, зависят успехи учеников. Один из таких примеров, когда любовь к профессии заинтересовала десятки детей, учитель технологии гимназии номер 16 «Интерес». Тему продолжит наш корреспондент. Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами будем проводить урок по теме лазерная обработка материалов. С такими словами Алексей Воронов заходит в кабинет уже на протяжении 8 лет. За это время на его глазах сменилось несколько поколений учеников. Но одно остаётся неизменным — его любовь к работе. Работа заключается в том, чтобы учить детей, чтобы заинтересовать детей, чтобы привлечь их и дать им возможности, которых нет у других детей. Увлечь их, направить в нужное русло, чтобы они не табуретки делали, а роботов. Понимаете, не там какие-то скамейки или доски, а квадрокоптеры и манипуляторы какие-то, чтобы это максимально технологично было. Преподавать технологию и готовить школьников к Олимпиадам Алексей Воронов начал в инженерной школе номер 6. Уже тогда мы на заключительном этапе с мальчиком взяли призёры заключительного этапа. Хотели, конечно, сразу стать победителями, но не получилось. Может быть, даже вот этот вот успех, неполный успех, как раз и сподвигнул на работу в Олимпиаде более плотно, более интересно. Более плотная подготовка к Олимпиадам началась в 2016 году, когда он перешёл на работу в 16-ю гимназию. В этом году Алексей вместе со своими учениками дошли до финала Всероссийской Олимпиады школьников. Как итог, четыре победителя заключительного этапа и четыре призёра. В этом году мы очень так хорошо потрудились. Мы сразу изначально готовили восемь ребят с гимназии и ещё четверых ребят с других школ нашего городского округа. Вот один из проектов с Олимпиады этого года – разработка концепции «Рестопаба-платформа». Значит, макет внутреннего помещения, ресторанного платформа, дизайн помещения продуман. На то, чтобы сделать подобные проекты, уходит от нескольких месяцев до года. Самое долгое – дизайн, а дальше подготовка макетов к выходу на станок. Одна из работ, которая стала победителем конкурса в этом году – робот-помощник. Здесь стоял все направленный микрофон, вот здесь сверху. Соответственно, он воспринимал команды человека. Там стоял микрокомпьютер с микроконтроллером. Микрокомпьютер обрабатывал, собственно, все эти команды посылал на сервер. И в зависимости от ответа от сервера он посылал команду на микроконтроллер. К примеру, выдвинуть ящик. Мальчик в высшей степени одаренный, он в прошлом году, обучаясь в седьмом классе, стал победителем заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников среди девятых классов. Помимо колоссального опыта, финалисты Всероссийской Олимпиады получают денежные призы. А старшеклассники, которые стали победителями и призерами заключительного этапа, еще попадают в список одаренных детей России. И это дает им право поступать в любой вуз без вступительных испытаний. Одна из учениц Алексея Воронова, Арина Ярошенко, так и планирует сделать. В планах у меня поступить в МГТУ имени Баумана, на кафедру дизайна или машиностроения. Алексей Алексеевич, он умеет как-то разглезеть потенциал человека так, чтобы правильно замотивировать, найти подход к каждому. И меня это заинтересовало. Алексей Воронов работает в школе уже 8 лет. За годы преподавания под его началом 42 школьника Люберецкого округа высоко оценили на Олимпиадах разного уровня. 12 человек становились победителями и призерами Всероссийских Олимпиад и 30 учеников региональных. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.